Здравствуйте, уважаемые зрители! Заранее прошу строго не судить, это мое первое видео. Первый, блин, как известно, комом, только второй экзешником. Ну, поехали! Один мой товарищ работает над проектом электродрезины. Ссылку на видео с испытаний можно посмотреть в описании этого ролика. Дрезина питается от двух аккумуляторов напряжением 12 вольт, включенных последовательно. Таким образом, напряжение бортовой сети составляет 24 вольта. Однако, от 24 вольт питается только тяговое оборудование, все остальное от 12. На данный момент 12 вольт снимается с одного из аккумуляторов, что не очень хорошо, так как обеспечивает неравномерный разряд аккумуляторов и сокращение срока их службы. Решением для данной проблемы будет импульсный преобразователь напряжения из 24 в 12 вольт. Естественно, сейчас можно приобрести уже готовый преобразователь, но это не наш метод. После поиска готовых схем и их последующего анализа была выбрана схема штатного преобразователя из пепелатца, представленного на фото. По заверению ремонтников, преобразователь в нем отличается неплохой надежностью. Схема преобразователя Схема преобразователя представляет собой классический импульсный стабилизатор напряжения на основе дросселя. Ссылка на описание его работы находится в описании видеоролика. Выбранная схема имеет защиту от пробоя питающего напряжения на выход, собранную на стабилитроне ZD1 и тиристоре TD1, который при нормальной работе преобразователя всегда закрыт. Из недостатков данной схемы можно отметить применение PNP транзистора в качестве ключа. Он довольно сильно греется, что снижает КПД преобразователя. Поэтому ключ я заменил на полевой P-канальный транзистор. Кроме того, заменил еще несколько элементов. Разводка платы выполнена в программе Sprint Layout. Плату будем изготавливать методом фрезеровки на станке с ЧПУ. Продолжение следует... После фрезерования текстолита на станке и сверловки отверстий получаем вот такую вот плату. После изготовления платы ее обязательно нужно залудить. Это делается для того, чтобы защитить слой меди от окисления, поскольку припой окисляется гораздо дольше, чем медь. В данном случае лужение было обычным паяльником и припоем POS-61. Вот так вот это выглядит. Индуктором послужит вот такой вот трансформатор, выпоенный из старого блока питания компьютера. Долив обмотки, получаем вот такой вот ферритовый сердечник. Размеры у него... Внешний диаметр примерно 27 мм. Внутренний примерно 14 мм. И высота примерно 11 мм. Цветовая маркировка желтый-синий. Это означает, что это у нас сердечник из порошкового железа и магнитная проницаемость у него 4 единицы. Правильнее было бы мотать обмотку тем же проводом, который на ней был. Но, к сожалению, за годы эксплуатации и нагрева вот этот вот трансформатор находился рядом с радиатором, прям почти вплотную. Изоляция на нем подразрушилась. То есть, когда я сматывал, она начала буквально осыпаться. Поэтому будем мотать обмотку новым проводом. Вот такие вот эмалированные, диаметр 0,5 мм. Нам нужно получить индуктивность где-то 30-40 мкг. По расчетам вот для такого сердечника нам потребуется где-то 80 витков вот такого вот провода. Соответственно, это где-то под 3 метра. Когда его сюда уйдет. Готово. Соответственно, выполнена намотка. Дополнительно это все дело пропитано акриловым лаком, чтобы он поменьше свистел. И сверху фиксировано термоклеем. Контакты заложены. Для нашего преобразователя напряжений будем использовать корпус из алюминиевого сплава. Здесь уже проделаны все необходимые отверстия. Вставлены кабельные вводы, индикаторный светодиод и ключевой транзистор. И в нашем случае корпус будет не только защищать конвертер от внешних воздействий, но и служить радиатором для вот этого вот ключа. Это П-канальный полевой транзистор. Сейчас. ИРФ 9530. Ну, в данном случае номинал не особо важен. Главное, чтобы он был на ток где-то от 20, может даже от 10 до 40 Ампер рассчитан, чтобы выдерживать ток преобразователя. Сборка завершена. Вот так вот выглядит преобразователь, его плата. С обратной стороны размещены все сопротивления. Они в СМД-корпусе 12.06. Вот это выход 12 В. Вот это вход от 30 до 18. Вот в центре располагается подсрочный резистор выходного напряжения. Изначально этот резистор надо поставить на половинное значение. Вот так вот. А впоследствии с помощью мультиметра подстраивать точное значение уже при включенном конвертере. Так, ну, первое тестовое включение из нагрузки у нас только светодиод. Посмотрим, пойдет дым или нет. Включаем. Работает. Светодиол горит на выходе 14,8 В. Сейчас мы немножко его подрегулируем, чтобы на выходе было в районе 12. Внимание на мультиметр. Регулировка потенциометром. Вот, наверное, где-то оставим 13,8 номинал для аккумулятора. Ключ на ощупь холодный, без нагрузки. Ну, теперь проверим под нагрузкой. Нагрузкой у нас будет галогеновая лампа мощностью 20 Вт на 12 Вольт. Почему именно такая нагрузка? Дело в том, что в холодном состоянии у галогеновой лампы сопротивление нити практически ноль. И это своего рода такая стрессовая нагрузка для преобразователя. То есть в начальный этап времени он практически закорачивается. Посмотрим, как он будет реагировать. Включаем. Есть контакт? Пробуем на нагрев. Это 100 уже начал дымиться. Это плохо. Но, тем не менее, ключ холодный. Что замечательно. Но нам интересно, как же конвертер поведет себя в критических ситуациях. Здесь критические ситуации могут быть две. Во-первых, это закорачивание выхода, то есть замыкание в цепи нагрузки. И второе, это остановка генерации, вследствие чего на выход попадет где-то ну, то, что у нас на входе, то на выходе и будет. Что, соответственно, тоже неприемлемо. На эти цели мы пожертвуем два из четырех у нас имеющихся предохранителей. По идее, ничего, кроме предохранителя, здесь в критических ситуациях сгорать не должно. Ну, вот у нас выход закорочен. Посмотрим, как же этот девайс отреагирует на это. Включаем. Так, оп. Вижу, сгорел предохранитель, он так пыхнул. Сейчас мы его заменим и снова посмотрим, что у него на выходе. Так, предохранитель заменен. К выходу снова подключен мультиметр в режиме вольдметра. Подключаем. После замены предохранителя должен работать. есть контакт, напряжение номинал. Второй нештатной ситуации может быть остановка генерации, вследствие чего на выходе у нас появится точно то же самое напряжение, что и на входе. Это может быть в результате, допустим, пробоя ключа. Вот его мы сейчас и сымитируем. Мы замкнули сток с истоком просто накоротко. Затвор при этом никуда не подключен. Опять же, должен сгореть только предохранитель и ничего более. Смотрим. Так. предохранитель видел сгорел. Сейчас посмотрим, будет ли работать после замены. Так. Предохранитель заменен. Ключ мы вернули на место. Посмотрим, будет ли работать. К выходу снова подключен мультиметр. Включаем. напряжение номинал. Все работает. Вот так преобразователь выглядит уже в собранном виде. И последний тест, который нам остался, это собственно посчитать его КПД. для этого при известном напряжении входа и выхода мы посчитаем ток, какой он потребляет на входе и на выходе при нагрузке той же 20-ти ваттной лампочкой. Соответственно, отношение мощности на выходе к отношению мощности на входе и будет коэффициент полезного действия данного преобразователя. Посмотрим, сколько ток у нас будет на выходе. Мы подключили мультиметр в режиме амперметра. Включаем. Ток 1,73 миллиампера. Померяем ток на входе. мультиметр в режиме амперметра. Включаем. 0,84 ампера. Ну и в заключении померяем входное напряжение. 35 вольт. Таким образом входная мощность у нас составляет 29,4 ватта. Выходная мощность 23,46 ватта. Таким образом КПД данной системы из преобразователя будет 0,8 ну то есть 80 процентов. Что неплохо. Вот собственно и все. Если считаете видео полезным палец вверх. Если бес полезным казнить нельзя помиловать. Всем всех благ. вверх. мог. Продолжение следует...